Неужели так мало творческого материала, о котором вы можете сказать что-нибудь? Его там много, а вот так сказать красиво. Начните говорить. Давайте, вот как красиво говорить. Следующее упражнение. Давайте, открывайте. Мы эти слова уже проходили. Я просто выбрал пашня, парк, помпа, пуля, пыль, башня, бомба. Это где на согласные, да? На глухие, на звонки. Посмотрите, что нужно будет делать. Я его максимально усложнил. Первое. Вы читаете это слово, телефон убираете. Не надо пасть на него. Допустим, это пашня или парк, парк. Потом думайте. С этим словом нужно придумать какое-то выражение, какое-то предложение. Например, кто разрешил здесь строить этот чертов парк? Видите, я в виде вопроса это сделал. Можно в качестве утверждения или в качестве... Какой прекрасный парк, да? Но то, что вы видите, я сейчас делаю. Я добавляю, помимо самого этого предложения, которое я сам придумал, я добавляю еще некие жесты, да? Второе. Я добавляю сюда некие эмоции. То есть, я могу в виде вопроса это задать, да? А могу в виде восклицания, да? Какой прекрасный парк. Пойдемте в него погуляем, да? Это все нужно проделать вот со всем перечнем этих слов. Берете слово, придумываете быстренько предложение. Либо восклицание, либо вопрос, либо утверждение, либо наставление. То есть, поиграть и продемонстрировать какое-то творческое, эмоциональное наполнение сделать в этом предложении. То есть, не просто сказать, какой прекрасный парк. Это вообще ни о чем, да? Какой прекрасный парк. Видите, все упражнения все равно реализуются в каждом упражнении. Парк. Я протягиваю гласное. Давайте, вперед. Обычно мы делаем это стоя. Давайте, Сиди. Какой красивый. А где жесты? А где? Какой красивый зеленый парк. Во, уже лучше. А ударение там на каком слове? На зеленый? Ну, сделайте. Какой красивый зеленый парк. Дальше. Давайте усложняю еще. Нас сидит тут трое. Вот это раз человек, я второй, третий. Каждый раз обращайтесь к разным людям. То есть, эта пуля полетела направо? Видите, я к нему обращаюсь. А другому я скажу, какой прекрасный парк. А вам? Ты был на этой парке? То есть, каждый раз, помимо того, что вы говорите, вы должны еще показать мне, я должен это увидеть, да, и они тоже должны увидеть, кому вы направляете вот этот поток энергии. Кому вы задаете этот вопрос или кому вы даете это воскресенье. Понятно, да? Что не просто, какая прекрасная пуля. Сидят, это мне, это она мне. Вы должны еще показать. А для того, чтобы показать, нужно как-то немножко как бы двинуться к этому человеку еще. Попробуйте, давайте. Где-то вопрос, где-то утверждение, где-то воскресенье, где-то негодование. Ты завидел Богу. Не смущайтесь, откройте свои руки. Да, да, да. Жесты тоже нужны.